Многие клиенты, приходя в магазин за металлочерепицей, думают, что они смогут заказать листы только определенной длины, например, 2, 2,5 или 3 метра. Эти листы еще называют мерными. Зачастую клиенты думают, что цена за 1 квадратный метр мерного листа меньше, чем если бы они заказывали металлочерепицу точно в размер. Сразу скажу, это частое заблуждение. Ну а когда клиент узнает, что под его 6-метровый скат можно изготовить листы точно в размер, вопрос выбора длины сразу отпадает. Давайте мне 6-метровые сразу листы, потому что поперечных стыков на них не будет, соответственно, и герметичность будет больше, да и монтажникам моим будет проще. Они поднимут все листы сразу на кровлю и прикрутят их. Давайте разберемся, все ли правильно в этом утверждении на самом деле. Ведь достаточно часто при такой позиции клиента менеджер не может привести достаточное количество аргументов в пользу того, что клиенту необходима разбивка листов металлочерепицы на его 6-метровом скате по 3,3 метра. Грандлайн рекомендует заказывать листы металлочерепицы точно под размер вашей кровли. И на наших заводах мы сможем изготовить для вас любое количество листов металлочерепицы в любом из выбранных профилей и любой длины от полуметра до 6,5 метров кратно одному сантиметру. Но в чем же тогда вопрос, спросите вы, зачем правильно выбирать длину листов металлочерепицы, если Грандлайн может произвести любую длину? Крыши, они бывают разные. Если у вас крыша с непрямоугольными скатами, например, вальмовая или шатровая, то не стоит заказывать слишком длинные листы металлочерепицы, потому что их по-любому придется резать и процент отходов увеличится. А вот если у вас двухскатная крыша с длиной скатов от 6 до 10 метров, мы рекомендуем делать разбивку листов длиной не более 4 метров. И вот почему. Причина номер один – это то, что слишком длинные листы металлочерепицы неудобны для разгрузки, переноса и подъема их на кровлю, что чревато нарушением геометрии листа. Проще говоря, при сильном прогибе лист металлочерепицы под собственным весом растягивается. При переносе хватит всего лишь 10 метров и сильного прогиба длинного листа. Ну а как итог, расклест продольных замков листа металлочерепицы, от которого монтажники избавляются прокруткой саморезов по всей длине этих самых стыков металлочерепицы. Еще скажу, что 6-метровый лист металлочерепицы нужно минимум переносить в четвером, а лучше в пятером. Ну а с 3-метровым листом справится и 2 человека, и вероятность нарушения геометрии практически равна нулю. Причина номер два – это то, что для транспортировки листов средней длины достаточно машины с кузовом не более 4 метров. Ее и найти проще, и стоить она будет дешевле. Зачастую, не желая переплачивать за транспорт, 5-6-метровые листы перевозятся именно в 4-метровом кузове. Ну и как следствие опять царапины, заломы, нарушение геометрии и неэстетичный внешний вид. Ну а третья причина – это то, что упаковка длинных листов, соответственно, будет стоить дороже, чем упаковка 3- или 4-метровых. Ну а теперь давайте разберемся с основными причинами заказа клиентами слишком длинных листов. И первой причиной будет устоявшееся мнение не только клиентов, но и монтажников, что горизонтальный нахлёст на металлочерепицы снижает герметичность кровельного материала. Это не так. Наращивание листов металлочерепицы происходит через замковое соединение по линии штамповки ступеней. Эта конструктивная особенность металлочерепицы исключает возможные протечки в местах этих нахлёстов. Причиной номер два являются переживания клиента по поводу того, что горизонтальные нахлёсты на металлочерепице будут визуально видны уже на готовой пробке. На самом деле, если вы заказываете металлочерепицу, которая произведена без нарушения геометрии из 0,5 металла, и соблюдаете все технологии транспортировки и монтажа, никаких горизонтальных стыков на кровле вы не увидите. И вот фотографии объектов, на которых была сделана разбивка листов металлочерепицы, но никаких нахлёстов нет. Третья причина – это нежелание клиента переплачивать за дополнительную площадь нахлёстов. На практике мобильный размер металлочерепицы компенсирует эту переплату благодаря экономии на транспортировке и упаковке. Ну а четвёртая причина – это просто нежелание монтажников возиться со стыковкой листов металлочерепицы. Хотя есть монтажные бригады, которые могут и умеют делать 6-7-метровые листы, и поэтому, если клиент всё-таки определился с длинными листами, ему необходимо посмотреть предыдущие работы монтажников, чтобы не ошибиться. А так, на самом деле, если очень длинные листы металлочерепицы будут смонтированы по технологии, будет соблюдена технология транспортировки, монтажа и подъёма на кровлю, то никаких расхлёстов, царапин быть не должно. Но, как показывает практика, несоблюдение хотя бы одного из этих пунктов может испортить всё настроение от покупки. Подытоживая всё вышесказанное, хотелось бы отметить, что выбор длины листа металлочерепицы всегда остаётся за конечным клиентом. Но всегда стоит помнить, что выбор в пользу 3-4-метровых листов поможет избежать ошибок неопытных монтажников, а также это поможет сэкономить деньги на транспортировке и упаковке. Ну а о том, как не испортить металлочерепицу, вы можете посмотреть в нашем одноимённом видео о нашем канале в YouTube под названием Grand Line RF. Ну что, на сегодня всё. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, смотрите ещё больше обучающих роликов в YouTube и следуйте за знаниями на нашем учебном портале знания.grandline.ru До новых встреч!